Сейчас наша рубрика «Инфошум» о событиях или заявлениях, значимость которых сильно преувеличена. Разбираем, какие новости действительно новости, а какие ими только притворяются. Рубрику «Инфошум» сегодня представляет моя коллега, руководитель видеоотдела «Артелай» Карина Мухуддинова. Привет, Карина. Привет, Даш. Сегодня просто великолепный «Инфошум». Я думаю, ты будешь в восторге, и наши зрители тоже. Потому что Дональд Трамп рассказал, что готовился к встрече с Путиным всю свою жизнь. Американский президент объявил об этом 5 июля во время выступлений перед своими сторонниками в штате Монтана, сообщил ТАСС. По словам Трампа, это его ответ тем СМИ и политическим оппонентам, которые считают, будто он не подготовлен к встрече с Путиным. Американский президент уверен, что они смогут найти общий язык. Почему все это инфошум? Потому что Трамп, конечно же, не говорил, что всю жизнь готовился к встрече с Владимиром Путиным в Хельсинки. Издание Хилл приводит цитату американского президента, которая на самом деле звучит вот так. Они все спрашивают, будет ли президент Трамп готов? Мол, Путин из КГБ и все такое. Знаете что, с нами всеми все будет хорошо. Мы люди. Буду ли я готов? Я целиком и полностью готов. Я готовился к таким вещам всю свою жизнь. Вот как на самом деле звучала цитата. Американский лидер ответил на сомнения относительно своего опыта в международных переговорах. Как вы заметили, в своей речи он употребил словосочетание «зис-став», что можно перевести на русский как «все это» или «подобные вещи». Очевидно, что он имел в виду, что в принципе готов вести переговоры со всеми мировыми лидерами и обладает для этого достаточной квалификацией. Тем не менее, больше 80 русскоязычных СМИ разнесли эту новость и совсем не так. А так, что будто бы Трамп всю жизнь готовился к встрече с Путиным. И при этом большинство из них вынесли эту некорректную формулировку еще и в заголовок. Отмечу, что ведущие американские СМИ вообще не обратили особого внимания на эти слова Трампа. Например, телеканал CNN и газета Washington Post подчеркнули, что в своем выступлении президент съязвил в адрес движения против сексуальных домогательств MeToo. Они посчитали, что это гораздо важнее и, я думаю, вполне справедливо. Ну, у нас, я специально проверила, у нас на сайте привезена полная цитата в оригинале для тех, кто хочет убедиться, что мы корректно перевели. И Карина представила корректный перевод. Пожалуйста, заходите на сайт rtv.com, читайте, что на самом деле сказал Трамп. И еще больше инфошума. Еще больше инфошума, конечно же, тоже здесь, но лучше все-таки читайте новости. Хотя инфошум тоже можно. Спасибо большое. Руководитель видеоотдела РТВА и Карина Махудинова представила нашу рубрику «Инфошум».